Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Не самые веселые новости принесли нам федеральные СМИ относительно состояния здоровья нашего замечательного бизнеса, предпринимательского корпуса. Есть такие данные, что до 40% компаний, фирм, организаций могут не заплатить налоги, чтобы спать спокойно к концу года. Те самые налоги, которые им вроде как отложили пока уплату из-за коронавируса, но когда-то ведь надо платить по векселям. А они вот говорят, что у нас денег нет. А то вообще как живет наш бизнес, вот уже выход из коронавируса нашего карантина состоялся уже не один месяц назад, уже можно какие-то итоги подводить. Об этом мы сегодня и поговорим, и о перспективах, естественно. Хочу представить гостей нашей программы, это наши бессменные резиденты, как говорят на одном из телеканалов одного шоу, а у нас тоже резиденты. Начнем с дамы, это Анна Рыбакова, генеральный директор АО «ТЖБИ-4». Анна, добрый день. Здравствуйте. И Владислав, конечно же, Шориков, президент нашей Тверской торгово-промышленной палаты Тверской области. Анна, кстати, тоже ее член. Владислав, добрый день. Добрый день. И у нас будет еще один гость, еще одна дама, это Марина Разумова, директор по юридическим вопросам компании «Авторос». Она вся в делах, спешит по нашим турским пробкам, вот-вот должна ворваться в нашу студию, не пугайтесь, когда кто-то в нее ворвется. Итак, вот первый вопрос вообще. Действительно, уже сколько мы из карантина вроде как вышли. И поэтому, Анна, скажите, вот как ваше предприятие вышло из карантина? Знаете, мы сильно в него и не входили. И не входили. Я признаюсь честно, да. Мы производим железобетон и поставляем его на федеральные стройки. И по распоряжению... То есть Карожский мост это ваше? Нет, наша это трасса М-11, ЦКАТ и прочие-прочие всякие дорожные объекты, которые объявлены были объектами непрерывного цикла. И мы продолжали поставлять на них железобетон, но работали мы немножечко в урезанном формате, сокращенное количество людей, потому что кто-то захотел все-таки поберечь себя и посидеть дома на изоляции. На шашлыках. И пришлось пойти на встречу с сотрудникам, да. Поэтому как раз карантин мы пережили благополучно, гораздо хуже мы пережили последствия карантина. Потому что сейчас мы столкнулись с тем, что у нас катастрофически не хватает персонала. Сейчас самый строительный сезон, сейчас самое время зарабатывать деньги, снабжать стройки, а у нас упадок. А куда люди-то вымерли из-за карантина? Роман, это большая загадка. Возможно, сейчас мы на себе начинаем полным ходом ощущать ту самую демографическую яму 90-х годов, когда рождалось мало детей. И сейчас эти все дети вступают в трудоспособный возраст, и просто на рынке мало людей. Подождите, то есть весной вы ощущали до карантина? В январе и феврале? Январь-февраль – это низкий сезон у нас еще. В марте? В марте тоже было все нормально, но летом у нас всегда было много людей. Мы брали персонал на временные работы, а сейчас людей нет. То ли они продолжают бояться и прятаться где-то карантина, либо пережидают в жарких странах. Очень трудно. Ну, плюс еще такой момент, вы знаете, что у нас в регионе теперь не выдают патенты иностранным гражданам. А мы как раз нехватку персонала летом в сезон, когда требуются очень большие объемы, мы компенсировали за счет иностранных сотрудников. А 16 июня губернатор подписал распоряжение, что иностранцы не выдаются патенты, и, соответственно, мы тоже не можем компенсировать недостаток рабочей силы. Не знаю, я тоже слышал про эти шаги губернатора, но то, что я наблюдаю на улицах, я не знаю. Роман, я вам скажу. Я наблюдаю на улицах, моя реальность, которая наблюдая в том микрорайоне, где я живу, и в других микрорайонах, в том-то и дело. Я вот этого чего-то совсем... Июнь, мы сработали. ...в автобусе, вот я вчера ехал, и за мной сидели двое оживленно, на иностранном языке говорили. Судя по внешности Средней Азии впереди. То есть, я не знаю, я вот эти слова слышу, губернатор там борется, я... У меня реальность как-то совпадает. Но это будет не быстро, потому что патенты сейчас отменили, а те, кто въехал ранее, у них патент еще будет длиться, поэтому это будет постепенно все. Так что же они к вам не бегут-то? Не могу сказать, вот, Роман, возможно, где-то, так как, опять же, возникает нехватка, где-то им предлагают больше заработную плату, они уходят туда. Да, в Москве очень много стройка, а в Москве уровень зарплат выше, чем в Твери, и поэтому, собственно, бегут туда. Поэтому у нас вот сейчас, в июле, в августе, мы почувствовали спад производства, но я не скажу, что он настолько значительный, что мы не сможем платить по своим счетам перед Федеральной налоговой службой. Да, так это ходило перед Всевышним. Да, да, да. Но сначала надо заплатить налоги, а потом уже все остальное, потому что, ну, а зачем? Я не люблю жить в долг, я сама лично не живу в кредит. И у себя в компании использую тот же принцип. Я понимаю, что это не совсем правильно с точки зрения развития, да, надо брать кредиты, развиваться. Вам как руководителю виднее. Ну, это обычно так это и делается. Но вы знаете, у меня какое-то вот внутреннее опасение. Я предпочитаю все-таки развиваться за счет собственных средств, потому что кредиты это такая вот... Ноша. Ноша. А ношу надо брать по себе, чтобы не по приходьбе, да? Ну, поэтому с налогами то же самое, да. Ясно. Владислав, вы, поскольку общаетесь в силу вашего положения с огромным количеством тверских предпринимателей, все-таки в тверского промышленности палаты входит очень много представителей нашего бизнеса, что вы можете сказать относительно ситуации, как наш бизнес в регионе вышел на работу? Ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что наш регион отнюдь не самый жесткий по ограничениям был. Да, и, соответственно, на промышленности, на ее ходе деятельности это сказалось минимально. Вы знаете, мы вот привыкли к той атмосфере, которая есть у нас. Я общаюсь с коллегами из других регионов, и выясняется часто, что они-то не там ни на шаг и ни на два, а, оказывается, и на три по открытию различных производств и сферы обслуживания тоже. Где на шаг теперь? Еле позади. 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 Две недели назад я перебью, вернулась из Саратова, хотела там посетить дружественный завод по производству железобетона. Не смогла. Они до сих пор не вышли из карантина и работают три дня в неделю по пять часов. Вот такой вот пример. Не повезло иметь контракты на строительство М-11 и прочего, я думаю. Там своя стройка в каждом регионе, может быть, не такая масштабная. Но, иными словами, на нашей промышленности ограничительные меры сказались, наверное, более косвенным образом. Это, прежде всего, то, что под удар попали потребители, часть из них. Но, как совершенно верно, не у каждого федеральный заказ. И, к тому же, федеральный заказ не 100% вашего оборота с точки зрения производства продукции. Это раз. Ну, и, во-вторых, еще когда начиналось, только мы, в том числе и на вашей замечательной передаче говорили, естественно, требуется временной люфт, когда мы почувствуем вот эту пропасть, да, в которую свалилась экономика и мира, и страны, да, во время пандемии. Ну, у кого-то она оказалась там дно поближе, у кого-то не совсем поглубже. Но, естественно, что финансовые потоки, они отыграются через несколько месяцев. Сейчас, ну, сейчас это вполне нормально, они приходят к стадии своего отыгрывания, да. И многие предприятия, ведь не все такие предприятия, как же БИИ-4, кто-то закредитован был, ну, например. У кого-то вы поймали как раз в стадию планирования следующего шага развития. Кто-то, наоборот, удерживался на том нулевом плюс чуть-чуть уровне, да. И вот этот внешний фактор неожиданный, непредсказуемый, он оказал свое влияние. Поэтому здесь столкнется две волны, ну, или сталкивается, которые и ожидалось. Это, с одной стороны, требование бюджета по его пополнению, потому что надо выполнять, в том числе, и социальные обязательства, да. А с другой стороны, неспособность ряда секторов или конкретно отдельных предприятий выплачивать те средства, которые они, ну, в другой обстановке, наверное, выплачивали бы. Вот. И прежде всего, мне кажется, это скажется на, прежде всего, ну, вот это моя позиция на муниципальных бюджетах. Все-таки, когда мы аккумулируем областной бюджет или федеральный, там маневра побольше. Ну, у каждого свой, конечно, уже. Вот. А вот это скажется обязательно. Анна, а вы вот, у нас до первой рекламы меньше минуты, вы, что называется, все-таки перекрестились, когда вот это началась ситуация, а вы так, у меня-то нет кредитов никаких, я никому ничего не должен. Честно, да. Честно, да. Вот, честно, поверил. Но то, что касается бюджета, налоговая сейчас нас берет по три шкуры. У нас увеличилось в разы лавинообразно количество всевозможных встречных проверок. У меня бухгалтерия работает исключительно на федеральную налоговую службу и шлепает встречные проверки, отчет, отчет, отчет. Это бесконечно. То есть, такое ощущение, бюджет ищет, где деньги, куда спрятали. Об этом мы продолжим после рекламы. Мы сейчас ходим на рекламу, не переключаясь. И звоните нам к телефону 3190, если, может быть, вы предприниматель. Что вы думаете о том, как живет наш бизнес-сообщество вот в эти первые месяцы по окончании карантина? Итак, мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, как поживает наш бизнес в эти первые месяцы по окончании карантина вообще. И каковы перспективы, самое главное. Потому что вот есть такие данные аналитики, что и перспективы не очень важны. Их там, наконец, преодолев все наши тверские пробки. Да, прям Нью-Йорк самый настоящий. Хотя там, даже говорят, еще лучше теперь ситуация по пробкам. К нам, наконец, ворвалась студия Марина Разумова, директор по юридическим вопросам компании «Авторос». Марина, поэтому вы еще не высказались. К вам обращаю первый вопрос. Скажите, как вот ваша компания работает вот эти первые месяцы по окончании карантина? Как вы вышли вообще из этого состояния? Если вы в нем находились? Сложно, да. Мы тоже находились в карантине, потому что у нас очень много экспортных контрактов. Соответственно, границы закрыты. Экспортные контракты приостановились. Мы не отправляли заработников ни в административные отпуска. То есть мы как работали, так мы и работаем. Губернатор наш разрешил нам работать. Мы отдыхали только первую неделю. Вот. Сложности возникли. Возникают, наверное, даже, я скажу, ближе сейчас к этому времени. Потому что накапливаются долги по налогам, налги по коммунальным платежам, соответственно. Зарплату мы стараемся платить из каких-то своих резервов сотрудникам. Зарплату платим. Но вот, к сожалению, еще есть такие проблемы, как поддержка бизнеса. Да, вот обещают поддержку бизнеса. Вот у нас очень были большие проблемы с получением кредита. Это под 2% на выдачу заработной платы. которую вот этот, да, поддерживающий. Который весной всем пообещали? Всем пообещали этот кредит, да. Мы вот его получили, самую минимальную сумму, и вот только-только сейчас. Только сейчас? Только сейчас, да, и самую минимальную сумму. Она давала сначала на полгода, потом можно было получить на 4 месяца. Сейчас вот мы получили самые последние выплаты, это за 3 месяца. Сейчас объясню почему. Да, вот просто интересно. Да, вот здесь вот эту битву, в которой мы все участвовали. У нас потребность возникла в попадании в реестр. Есть реестр малосреднего бизнеса, которому помогают с 2019 года. Но так как по законодательству реестр обновляется раз в год, и попали мы туда только 10 августа. Соответственно, подали заявку, и в связи с... Там не подгрузились какие-то данные, очень долго подгружались. Как всегда у нас эти проволочки в налоговой, мы пролетели с кредитом получения на 4 месяца. Снова я в налоговую пригласил, еще на эфир у вас такие вот... Да, вот есть... У Анны тоже возникли вопросы к их работе. Очень долго мы боролись, очень долго писали жалобы, заявления в торгово-промышленный палат. Кстати, спасибо вам большое. Вот торгово-промышленный палат нам оказала... Всегда готовы. И по сильным усилиям выдачи этого кредита, очень вам благодарны. Нам просто удалось собрать всех в единую команду по решению этой проблемы, включая наше Министерство экономического развития. И спасибо, там ребята занимались. А почему? Что проволочки или не хотели им давать? Вот это вопрос, наверное. Там, понимаете, вот такая своеобразная ситуация. С одной стороны, все вроде как за. С другой стороны, когда человек в лице юридического предприятия, адреса, вступает на этот путь, то каждая ступенька дается с трудом. Она волей или неволей является барьером, необходимым для взятия. То здесь не состыковывается, то здесь. То вот здесь чуть-чуть не вовремя. То вроде ты все сделал, но опоздал. Срок немножко выше. Какие-то данные? Да, и пошло заново. И для того, чтобы это решить, приходится выходить на уровень уже руководителей непосредственно ведомств, а не так, что вот пришел и сделал. Но это не каждый, конечно, случай. Отнюдь. Есть предприятия, которые значительно легче и почти в автомате. Вы говорите, это одинаково. В чем проблема? Ну вот такова жизнь. У каждого предприятия свои возникают нюансы. У вас было предприятие Рога и Копыта, пришла такая Марина, непонятно чем занимается, она, наверное, турецкие кроссовки перепродает, типа не хотим ей дать кредит, потому что левое предприятие. Предприятие, я посмотрел у вас на сайте, экспортные контракты, то есть, ну вот она живая продукция, а не что-то там. И почему не дать вот такому денег? Мне вообще интересно. Они возят в Объединенные Арабские Эмираты. То, что я называю болотоходами, хотя на самом деле там они ездят по песку. К сожалению, у большинства ведомств есть вот эти регламенты административной работы, где прописано все. И очень удобно чиновникам, клеркам всем действовать исключительно в рамках этого регламента. А регламент это такая штука, ну невозможно предусмотреть все нюансы абсолютно, потому что все предприятия разные, бизнес у всех разный. И когда клерк утыкается в некий нестандартный, непрописанный факт в регламенте, у него случается стопор. Роман, знаете, вы здесь с студией тоже обсуждаете и проблемы с образованием современным, что отучаются думать, а привыкают работать исключительно по лекалам, по каким-то готовым схемам. И у того же клерка он бы и рад помочь. Но ему сказали, не дай бог, ты что-то сделаешь не так, мы тебе дыдыш, уволим, премию решим. И он останавливается, а идти к начальству иногда бывает страшно. Боязно. Боязно. И приходится подключать некий внешний. Знаете, как часто мне звонят клиенты? За любой фигнёй звонят мне напрямую на телефон. Я говорю, почему вы маркетинг? Вам быстро же там прокомментируют? Нет. Они говорят, ну вдруг там будет медленно. Зачем? А вы же позвоните им? И они сразу как хух! И быстренько все сразу построятся. Зачем? Ну позвоню, говорю, поставьте, пожалуйста, в очередь. Как сделайте срочно, вот обработайте, пожалуйста, заявку этого клиента. Но, к сожалению, вот эта такая советская тема, она вот очень трудно из людей выбивается. Мне кажется, не советская, а русская бюрократия. Ну, в принципе, да. Боязнь и ответственность. Слатыков-Щедрин это дело описал в своих произведениях. Да и раньше. То есть, попросту говоря, им проще ничего не делать. Нет. Здесь вот я согласен, почему с этой ситуацией человек сидит на своём рабочем месте. У него есть инструкция. Выходит за рамки инструкции. Выбор. Да? Или ты её нарушаешь. Но накажут его. Или он её нарушает, но ему за это никто в благодарность не выпишет. Или он в качестве плохого гонца идёт к начальству, а голову рубит гонцом. Соответственно, зачем? Написал отказать. Поэтому начинается перепрыгивание ступеней и пошло. Вот когда до человека, принимающего решение, дело доходит, тогда оно сдвигается. А время-то идёт. А почему вам выдали, как вы говорите, кредит, но не такой, на какой вы рассчитывали? Потому что вот как раз из-за всех этих проволочек вот этих у нас ушло время. Там определённые сроки, допустим, до 15 августа такая-то сумма, там на 4 месяца можно получить кредит. Мы попали уже под самый минимальный до 15 сентября. Это зависит от федеральной программы. Она же в рамке временной рассчитана. Соответственно, время идёт, она уменьшается. Ну и, соответственно, за этих проволочек мы получили самую минимальную сумму. На что мы её хватит? Нам её хватит погасить половину. Вот мы уже сейчас оплатили налоги. Налоги, но задолженность по налогам была. Вот мы какую-то часть загасили. То есть, и то там выбираешь, допустим, 2,5 миллиона, там берёшь какую-то часть. Всё, лимит, остальные лимиты можешь истратить только на следующий месяц. То есть, там тоже не всё так просто. А вы, Марина, согласны, как я уже говорил телезрителям, федеральные наши коллеги пишут, что данный опрос, так понимаю, аналитика, что до 40% всевозможных фирм и организаций могут не заплатить прочитающиеся налоги. Могут, конечно, могут. Да, я согласна с этим мнением абсолютно. Ещё одна программа есть. Значит, под 1,5% ФРП, да, и вот как она правильно называется? Ну, в ФРП области есть разные программы, в том числе и такая. Да, под 1,5% тоже мы сейчас пытаемся её получить, но вот опять-таки же, к сожалению, отказывают нам, не дают банковскую гарантию. Почему? Потому что первый период вот этого коронавируса, он подкосил все, наверное, предприятия, как я уже говорила, у нас особенно вот эти экспортные контракты. И банки не дают банковскую гарантию, потому что есть убытки, убытки, то есть задолженности по налогам, есть задолженности по коммунальному протяжам. Ну, в частности, да, существует основная деятельность у нас прибыль, слава богу, пока, а по налогам у нас тоже есть свои. Вот сейчас пытаемся их гасить. Ну, мы то же самое столкнулись, пытались подать на вот этот кредит. Такая же история. У вас убыточный баланс, проблема с банковской гарантией. А баланс убыточный, там, объективно, были всевозможные структурные перестройки, то есть мы объясняем, что операционная деятельность прибыль приносит, а это хвосты старые, там, старые долгов, бухгалтерские все вещи. Вот, но никто в это не разбирается, и все, и поэтому мы тоже остались без подобных. Мы-то относимся к крупным предприятиям, нашей компании, хотя тоже очень интересный вопрос, Роман. Я обращалась и к полномочному по защите прав предпринимателей о том, что Путин же объявил в начале коронавируса, правительство дал распоряжение пересмотреть критерии отнесения предприятий к малым и к средним. Смотрите, какая ситуация. У нас численность и плюс выручка, это являются критерии отнесения к малым. По выручке до 2 миллиардов, а по численности до 250 человек. Строительная отрасль, она очень емкая, трудоемкая. И есть статистические показатели, что затраты на фонд оплаты труда в строительстве, они одни из самых высоких вообще из всех отраслей. Промышленности. То есть у меня выручка не дотягивает даже до миллиарда в год, а численность у меня 450 человек. И когда я написала, и поизучала этот вопрос в Англии, в Нидерландах, то есть посмотрела по другим странам, у них вот эти критерии отнесения к малым и к средним, они еще зависят от отрасли, в которой действует компания. Потому что получается, торговая фирма, стол, стул, ручка, пара человек, прокручивают через себя обороты до 2 миллиардов, они являются малым и средним. Они имеют все меры поддержки. А мы работаем, даем рабочие места. 450 человек в среднем, вот тверских жителей, и их семьи зависят от работы моей компании. Да, у нас выручка, потому что железобетон, это не сверх рентабельная продукция. Да, не черная икра. И при этом мы никаких мер поддержки, связанных с тем же самым коронавирусом, мы ничего не получили. Потому что мы не имеем на это права. И когда мы обратились к уполномоченным, он сделал запросы вверх туда, во все, ответили, что вы что, это будет иначе, это нельзя пересматривать, это все неправильно, чего вы тут такое хотите. Но он пообещал, Антон Владимирович, что будет дальше биться. Но авосыны не там, так скажем. Там есть у нас тоже по линии палаты целый пакет мер, которые предлагаются на уровень федерального правительства. Но это реально картина, да, ее уже отражение после того, как коронавирус на пике своем побывал. Там эти факторы поднимаются. Это не единственное предприятие, вот ЖПИ-4, которое с этим сталкивается. Ну, просто сейчас не будем их называть. Многие наши очень известные. А какие, что они производят? Это тоже строительная отрасль? Нет, не только. Обычно это обрабатывающие производства. Да, и заканчивая тем, кто даже, скажем, печет хлеб. Эти предприятия тоже испытывают сложности определенные с попаданием в малое и среднее предпринимательство. Вообще взмутительно. Просто у меня лично, ну, не знаю, может, я консерватив, у меня наибольшее почтение к тем, кто что-то производит, то, что нужно потрогать. Ну, такой человек. То есть, вот сейчас вот эти, знаете, модные виртуальные виртуальные продукты и так далее, а где, где? Вот они делают железо, вы делаете болотоходы, то есть обрабатывающие там, все эти дерево обрабатывающие предприятия. То есть, они реально производства. Когда мне говорят, что они сейчас, будучи за компьютерами, я все время говорю, товарищи, чтобы программист в своем компьютере срубил баба, как говорится, этот компьютер надо сделать. Нужно добыть сталь, выплавить ее, нужно сделать пластик, это химическая отрасль, нужен стол, вот это дерево обрабатывающая отрасль. Нужно дом построить. Дом из железобетонных, а если дом наболоть, нужно болотоход купить, чтобы доехать. Чтобы доехать, да. Чтобы преодолеть все трудности. Да, понимаете, то есть, вот, то есть, и получается, что вот эти люди труда, которые что-то реальное делают, реальное производство, которое надо поднимать, мы должны возвращать, новая индустриализация в стране должна проходить, нам говорят. Тем более, многие предприятия старые, основные фонды надо обновлять, вот опять же, та же самая тема. Обратите внимание, эта тенденция, она есть, и это понимание тоже, да. То есть, мы столкнулись, особенно после 2014 года, с тем, что надежда на иностранных партнеров, скажем так, она не оправдывается, да, фактически страна возвращается к тому принципу, который был при Советском Союзе, то есть, мы обеспечивали себя сами, хорошо или плохо на 100%, или на 70%, да, но обеспечивали базово, чтобы не получилось, что завтра кто-то принял решение, а кушать стало нечего у нас в государстве, да, ну и, соответственно, не на чем ездить, не на чем летать. Это независимость. Вот. То есть, это экономическая независимость. Многие меры со стороны правительства, ну, близкая к нам, в частности, по линии торгово-промышленной палат 719-е постановление, они именно стимулируют развитие экономики внутри страны. Оно не может произойти за, там, сжатый короткий срок, но вопрос в том, что одними вещами мы как бы это стимулируем, а другими, ну, ограничиваем свободу предпринимательства в тех сферах, где в этом нет необходимости, да, или не даем этой поддержке, хотя она, в общем-то, государству, вы обратили внимание, мы взяли деньги, и куда их заплатили? В налоги. В налоги. То есть, государство выдало, государство получило. В долг, да, взял. То есть, круг замкнулся. Никаких таких колоссальных потерь здесь не будет. Ну, так, если вот, естественные, да. Поэтому вопрос в отработке механизма, и чем меньше там детализации, тем тогда он проще решается. Потому что дьявол, он кроется в деталях. Как только мы туда углубляемся, то вопрос и не решается. Не в деталях, а в регламентах наших чиновничьих. Вот где, как говорил Михаил Сергеевич, собака порылась. В целом, то есть, вот как сейчас банки на вас смотрят? Как Ленин, Буржуазию или нет? В плане выдачи кредитов вот уже оси наступило. Мы нет, но у нас баланс раз в год же сдается. В 19-й год баланс отрицательный. Под очень большой кабальный процент, поэтому нам не светит это. У нас аналогичная ситуация. Я только что говорила об этом, что баланс показывает, вроде бы, основная деятельность прибыль, но какие-то есть убытки от какой-то деятельности. И, соответственно, кредиты тоже нам не выдают. Ни банковскую гарантию, ни кредиты. Тоже большая проблема. Из-за этого фонда, мы упомянули фонд развития промышленности Тверской области, он немножко существенно позже стал работать, чем федеральный, но он сейчас действительно работает. Надо понимать его возможности, потому как это финансирование идет все-таки из областного бюджета. Но там за последние буквально года два, в том числе по решению губернатора, были хорошие меры предприняты с точки зрения сумм, которые выделяются и которые именно нужны. Но, естественно, для фонда нужна гарантия банка. Вот это вот такая ситуация по местному фонду, она просматривается, но может быть какой-то вариант другие гарантии принимать. Но я хочу сказать, что федеральный фонд развития промышленности тоже очень эффективный инструмент. Он дает как раз на импортозамещение и на развитие современного производства. Там суммы, конечно, куда как более высокие. Сейчас предприятие одно не буду называть, оно у нас недавно с нашей поддержкой получало сразу 2,497 миллионов, а второе, не помню, миллионов на 200 разово. И это миллиардом больше, миллиардом меньше. И процент там очень щадящий. Вот в целом, как вы оцените эту помощь, которая была по весне, которую вы через пень-колоду получаете? Ну, помогло хоть оно? Ну, что-то частично, но в большей части, наверное. Нет, но вот если смотреть тот объем информации, который у нас есть, то, безусловно, помогло. Даже вопросов нет. Но не море. Мы, да, мы колеблемся с вами, как обычно. В диапазоне совсем не помогло, и все было замечательно. Это вполне естественно. Ну, по-другому просто быть не может, наверное, да. К тому же опыт-то этот, он пока первый. Ну, я надеюсь, что не будет. Да, соответственно, естественно, там многое чего накопилось. А упомянутые коллегами факты, ну, мы возвращаемся к ним же. Да, у каждого ведомственного, у него свои задачи. Налоговую мы с вами упоминали, но мы же прекрасно понимаем то, что ставится перед ними в качестве вопроса. Соответственно, ну, с кого брать-то? Да, вот здесь всегда обидно, что теневой сектор или такой серенький, да, как ни странно, чем менее ты законопослушен, тем спокойнее живешь, да. Ну, где его там? Пока найдут, там, смотришь, уже все свои дела порешали. Ну, или уголовная статья, это другая статья. Ну, Роман, вы сказали, да, весной, когда... А вот законопослушный, это тяжело. Ну, да, коронавирус, когда только вот это объявилось, выступил президент, неделя, карантина. И у меня сотрудники привыкли, мы как, а у нас заказы горят, у нас сроки, то есть объекты, что делать? Я говорю, так, я беру на себя ответственность. Президент сказал, ну, президент далеко, мы тут на земле. Значит, я сейчас пишу распоряжение, что в связи с необходимостью исполнения обязательств перед заказчиками, а заказчики — это люди, которые нам несут деньги, собственно, ради кого мы работаем, мы продолжаем работу. Кто желает изолироваться, ну, пускай изолируются, там, соответственно, минимальная зарплата какая-то, да, вот это пособие. Пожалуйста. И вы знаете, с пониманием отнеслись сотрудники нашей компании, то есть кто-то не вышел, были такие, которые не вышли, но большинство понимает, что сидя дома получать какие-то там 3 копейки, а здесь они будут зарабатывать. Вышли, работали, и вот дальше уже, я понимаю, правовой такой вот очень нетвердую почву под собой, под своим вот этим распоряжением, где я, где Путин, вот. Мы тогда обратились в наше министерство промышленности, исполняющие обязанности, тогда очень быстро, оперативно, вот мне очень понравилось, слушайте, быстренько по WhatsApp кинул образец письма, который я должна написать. Я написала, Роструд, кто нас проверяет-то, да, написала запрос, что вот мы выполняем объекты федеральные, вот разрешите нам работать. И мне пришел официальный ответ, что да, уважаемая Александровна, в связи с тем, что вы поставляете объекты, продукцию на такие-то объекты, вы можете, но с соблюдением всех карантинных мер. Я перекрестила, думаю, слава богу, все, у меня индульгенция получена, всем сотрудникам показала, и они тоже выдохнули, потому что, а если нас остановят, а мы что, на работу, а как мы скажем? Выдавала же пропуска, бумажки писала, что если что, он работает на предприятии непрерывного цикла. Все взяли себе по такой бумажке, носили у себя в портмоне, потому что ходили слухи, что вылавливают, вылавливают. Я при Андропе, помните, вылавливаю, почему не на работе среди бела дня, а тут почему на работе? Работать делаешь, почему на работе? Страх. Поэтому, вы знаете, и вот эти вот средства общения, я поддерживаю сейчас наше даже региональное правительство, у нас появились молодые лица, зам губернатора Иван Егоров, то есть они доступны для общения, есть телефон, есть ватсап, то есть можно черкануть, написать, тут же тебе ответ, тут же тебе перезванивает исполнитель, и я вот это почувствовала, то есть вот эта новая формация руководителей, она к нам в область уже пришла. Жалко, конечно, что не везде, не во всех министерствах еще, не во всех департаментах, но оно уже есть. И вот я, кстати, переняла, у меня теперь группы в ватсапе на предприятии, быстро какие-то рабочие вопросы решаются, фотографию кинули, напишите быстро, почему. То есть карантин нас научил новому. Мы взяли на вооружение, что любые трудности, они либо нас убивают, либо они нас делают сильнее. Я собрала все, сказала, ребята, вариантов убить нет. У меня семья, у меня дети, мне надо кормить их, поэтому мы будем работать, и значит, мы будем сильнее. Мы будем что-то новое из этого брать, поэтому не дают нам деньги, будем мозгами как-то работать дальше. И руками. Многие даже ставят вопрос не о деньгах, а просто о возможности работать по правилам игры, которые не меняются достаточно долгое время. То есть главная помощь, это не мешайте нам, называется. И вот правильно, психологически... В такой логике, собственно, все время и живет. Да, да. Важный психологический фактор, подавляющая часть людей, в том числе нашего региона, те, кто работают на промышленных предприятиях, в другой любой сфере, они как нормальные люди, они готовы работать, они держатся за свою работу. Ну, в известном степени, так, трудоголики, да. То есть есть определенная часть, которая готова была уйти, отдыхать, и вот, возможно, она и не появилась, почему. Их там стало меньше. Это тоже разлагает. Человек неделю посидел, вторую, третью, и потом пришел к выводу, ну, может, это вообще не нужно, да. Отдыхать-то на какие деньги? Пошел, встал, на минималку в это, как безработный. И плюс бесплатно, да, 12 тысяч получает от фонда. Да, совершенно 12 тысяч получает. Что на 12 тысяч, а можно квартплата и... Ну, если в семье трое-трое сидят на 12 тысяч, а потом оправдать безделье всегда можно. Такое, трое на 12 тысяч, вы что, в шведскую семью имеете в виду? Трое на 12 тысяч сидят? Нет, но... Мама, папа и совершенно любые ребенка. По статистике реально показывает. Посмотрите, мы же с вами прирост безработицы получили, ну, да, естественная часть. Но вторая часть, это те, кто и не хочет. А третья часть, это то, что сейчас у нас внедряется, это самозанятый, да, зарегистрировался самозанятым. Ну, так, это хорошо сейчас. А перед этим что делал? Уволился, ну, или там ушел из какого-нибудь фитнес-центра, или из парикмахерской, дома сам оказывает эти услуги, еще устал как безработный, и все нормально. Жизнь практически сложилась. Марин, скажите, ну, вот у вас эти ваши экспортные контракты, а сейчас как встают дела? Ну, вот начинают потихонечку возобновляться. Вот сейчас у нас в Таиланд пойдет партия еще, снегобалтоход. И вот Арабские Эмираты, я думаю, что в ближайшее время тоже будет возобновлено. То есть открыли границы в этом плане, да, для вас? Вот с Арабскими Эмиратами, по-моему, нет еще. Да, насколько ли? Там вроде перелеты куда-то открыли. Перелеты? Ну, там с морем сложно, там с морем очень сложно сейчас. А сколько проходят? А у вас по морю груз доставляют? По морю, да. У них объемный груз. Они, кстати, участвовали на выставке «Армия-2020». Мы в период пандемии сделали снегобалтоход «Скорую помощь» для армии, да, для выставки. Вот он на выставке у нас. И эта машина как раз пойдет в Арабские Эмираты. Сейчас, да, они уже ее... Где много снегов и болот. Там у них пескали. Они вязаны пескали. Просто переименовать вездеход, и все. А то как-то, правда, удивительно. Ну, то есть у вас сейчас выправляется положение, по-моему, что я говорю, живые денежки, наверное, идут? Ну, да, наверное, да. Ну, уже хорошо. А вот в целом, если вот Марина признала, что да, есть такая проблема, что до 40% могут не заплатить. А, господа, ваши варианты, чем дело кончится? Банкротство? Так сразу, как топором по шее. Очень, не, но это, слушайте, это на самом деле цивилизованный способ решения своих финансовых проблем. Сейчас же разрешили банкротство частных лиц, а банкротство компании уже давно. Ну, и у нас масса есть клиентов, которые нам должны денег, они объявляют банкротство, приходят к конкурсу на управляющие, ничего не находят, ну, или распродают последние два стула, один стол, и говорят, все, производство конкурсное закрыто, больше ничего нет, и списываем как раз, откуда убытки возникают, и списываем эти неоплаченные нам денежные средства, и у нас в Потвере масса таких компаний. А дальше руководитель возрождается под новым именем, новое там ООО, продолжают работать, да, а то оставили со всеми своими хвостами, и, соответственно, и налоговые поступления, все они канут вот в этом самом банкротстве. То есть, на ваш взгляд, она не самый страшный вариант? Вы знаете, что большинство предпринимателей, они же тоже не дураки. Вы же понимаете, что они ведут деятельность на одной компании, а активы у них сидят на другой компании, и там, где активы, там компания, конечно же, платит налоги, она, конечно же, вся белая и пушистая, а вот там, где ведется операционная деятельность, там как раз очень, ну, масса компаний, которые год отработают и сливаются, это известный факт, это вот очень много таких. И такие, да, реальные, потеряют ли люди реальные активы, ну, может быть, но думаю, что уже не 40%, все-таки цифра будет поменьше. Поменьше или значительно меньше? Ваше личное мнение? Мое личное мнение значительно меньше, потому что мы живем в России, в России слишком много было дефолтов и всяческих подобных проблем, и предприниматели, которые в здравом и твердой памяти, они свои активы защищают тем или иным способом. Ну, и причем их масса таких законных способов. Я не говорю про офшоу. Конечно, 400 законных способов, как у Остап Бендера. Будут потери, но эти активы одни хозяева потеряют, другие приобретут. Какие другие? А те, которые в эти времена или до этих времен, накопили достаточный финансовый ресурс. Ну, смена хозяев – это тоже достаточно часто распространенная вещь. Марина, а вы что думаете? Ну, я, наверное, подержу, поделаю. То есть, попросту говоря, вот эти все материалы, это в какой-то степени страшилка получается. Ну, 40% бизнес закроется, пойдут на улицу люди, протянут рукой. А откуда оценка это? Не знаю. Опрос. Это почти половина. Ну, представляете, каждый второй. Почти половина об этом речь. Выйдем на улицу, этого не ощущается. Не ощущается. Этого не ощущается, потому что действительно работает. А страшилка, вы знаете, мы много проходим соцопросов, всевозможных нам высылают. И когда спрашивают, ну, как вы оцениваете? Вы знаете, в начале пандемии я писала, что у нас ничего не изменилось, все хорошо. Вот сегодня как раз отвечала на очередной опрос. Я написала, нет, у нас уже сократилось деятельность, снизилось. То есть я аккуратненько. Откуда данные? Ну, я думаю, что не стоит этого бояться. И, в принципе, бояться. Зачем бояться? Ну, пискарь там какой-то или ёршик. Не помню, Салтыкова, Шедрина, который там всю жизнь боялся. Мудрый пискарь, да. И добоялся. Поэтому надо все равно что-то делать. Как лягушка, которая взбивала сметану и масло взбила, и выбралась, а вторая там потонула лапки. То есть если мы будем скулить, если мы будем ждать с протянутой рукой ходить и ждать, когда нам кто-то там сверху поможет, нам надо какую-то другую работу выбирать, наверное. Вот дети другим. Правильно сказала. У нас за последние почти 30 лет отечественный предприниматель привык ко всему. Его уж и так, и сяк топили. А он все остается на поверхности, не на поверхности. Поэтому адаптированный в целом класс. Масло только непонятно, куда девается, который разбивает предпринимателя. А все-таки, Анна говорит, сверху помощь. На ваш взгляд, какое-то государство может помощь оказать? Ну, хотя бы тем, кто захочет сложить лапки, а все-таки жалко бизнес. Ну, допустим, еще раз отложить уплату налогов, к примеру. Вы молчали, как бы твой глава ФНС. Нет, ну, видите, мы просто не можем посчитать вот это с точки зрения бюджета государства. Вполне возможно, что ступенчатость можно сделать. И тогда все-таки этот риск ты растягиваешь по времени, но зато снижаешь, что тебе вообще никто не заплатит. Ну, я имею в виду из тех, кто выпал из обоих. А так, может быть, он останется в плюсе, и, соответственно, пойдут и платежи. Но это глобальный такой расчет, достаточно квалифицированный. Не знаю, как его делают. И, конечно, это не нашего уровня принятия решений. Вы знаете, когда объявили вот это, что можно отсрочить платежи, какие-то налоговые, я со своим финансистом поговорила. Слушай, ты, как воспользуемся, как классно. Она говорит, слушай, сегодня не запратим, завтра придется платить. Накопится еще, да. А появятся какие-то другие расходы, и лучше заплатить сейчас то, что мы должны, вот в срок, вовремя, и жить спокойно. Поэтому вот мне кажется, что не стоит это продлевать. Может быть, следует государству как-то санкции чуть-чуть смягчить, ну, не закрывать счета. А вы же знаете, как что, если даже рубль налога ты не заплатишь, тебе блокируют счет расчет. Рубль, именно рубль. Да хоть рубль, хоть копейку. То есть, в принципе, у тебя есть какая-то неуплата налога, тебе блокируют счет. И ходи, доказывай. Сейчас, правда, это вроде процедура облегчилась, но я помню, несколько лет назад это было достаточно трудно. Вот сейчас, может быть, стоит сместить санкции, может быть, вот эти пени, может быть, штрафы не брать кабальные. То есть, пусть пени платят, как кредит. Как кредит. Как кредит. Пусть платят пени, но не штрафовать, например, да. Не закрывать счета, да. Не закрывать счета. И такой вот лайтовый выход. А просто разрешить не платить, те, кто хочет заплатить, они все равно заплатят, а те, кто собираются слиться, они еще чуть-чуть потянут, и потом, соответственно. Марина, вы тоже так думаете? Я тоже так считаю, да. Я тоже так считаю, потому что это очень сложно в дальнейшем все это выплачивать. Долги все-таки не накапливаются. Там и коммуналка есть, и многие другие платежи. Наверное, я понимаю, что таким образом предприятие сейчас переходит в массе своей. Мы не берем каких-то, может, мегагигантов, я не знаю, там. Ну, в такой режим, вы знаете, не развитие, а выживание. То есть, когда деньги только на самое необходимое. Зарплата, налоги, там, ну, я не знаю, там, может, какая-то починка оборудования в вашем данном случае. Но никаких фантазий закупки нового немецкого, к примеру. Мы об этом мечтаем, но не тратим деньги пока. Мы, да, мы аккумулируем. Потому что вот всевозможные слухи какие-то, что-то еще уходит, резкая девальвация рубля. Чем только нас не пугает. Поэтому решили немножко чуть-чуть сейчас давайте-ка. Мы планируем какие-то, но мы не подписываем сейчас контракт именно на крупные капиталы вложения, потому что нам сейчас выжить надо. Мне даже, наверное, сложно оценить вот эту отсрочку по налогам, потому что мы не попали под эту отсрочку. Мы как платили, так и платили. Нам ее никто не предоставил. Поэтому здесь оценивать, наверное, даже сложно. Вы не попали под отсрочку, вы просто попали, насколько я понял, с этого вашего разговора. Была очень классная отсрочка по проверкам налоговой. Вот апрель месяц, у меня бухгалтерия. Какой-то веки. В карантин могла уйти. Встречных проверок, вот этих вот бесконечных поисков, потому что отложили на весь месяц вот эти все проверки. Но зато потом отыгрались по полной сейчас, по полной. Но вот это было классно. Это было очень... Моя финансовая служба это очень высоко оценила такой жест со стороны правительства нашего. Марина, ну вы тоже, соответственно, вот как и Анна, сейчас у вас не будет мысли о закупке нового оборудования, допустим, о расширении, к примеру. Нет, ну мы, допустим, в период пандемии мы закупили новую пресс-форму для колес. То есть с Китая к нам пришла пресс-форма. А деньги-то где взяли, когда у вас такие проблемы были? Ну у нас до пандемии еще была оплачена эта пресс-форма, да. То есть она просто пришла. Она к нам пришла, да. Ну а сейчас вот дальше будете задумываться о расширении какого-то бизнеса вашего? Ну да, конечно, конечно. А, Петки, на какие средства? Ну мы продаем. У нас люди покупают, шинную продукцию покупают, и снега, болтоходы. Все равно это востребованная техника. Сейчас у нас контракт заключен с Арабскими Эмиратами. То есть еще шесть единиц мы туда вот сейчас возобновиться, вот эта вся отправка. То есть мы туда да поставим технику. Пытаемся, пытаемся выжить, выжить. Согласно пословице. Мы надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Вот, Роман, это вот 30 лет последних экономики Российской Федерации. Они именно под этим девизом тут. То есть мы тоже планируем и развиваться, и расширяться, и масса планов. Но готовимся на всякий случай. Да, чтобы... От суммы и от тюрьмы. Владислав, опять-таки резюмируя, поскольку вы общаетесь, спектр вашего общения шире, вот так думает большая часть нашего предпринимательского корпуса Тверской области? Ну, то, что почти 100% думают о том, что выживут они только благодаря собственным усилиям, это несомненно. Естественно, каждый, анализируя ситуацию, старается использовать те рычаги, которые дает федеральная или региональная власть с точки зрения поддержки. Принимание это решения, конечно, исходя из своего видения. Ну, и люди разные, и ситуация разная. Но в целом, я вот смотрю по настроению предпринимательства, ну, оно можно характеризовать как бы обычное. То есть, всегда есть недовольство тем или иным вопросами, но это люди так устроены, они всегда чем-то недовольны, да, а потом нет предела совершенству, это нормально. С точки зрения того, что мы переживаем какой-то взлет развития экономики, ну, это, конечно, даже не обсуждается. Но вот общее удержание на неком уровне, да, который мы, наверное, удерживаем последние года 3-4, я так думаю, вот этот уровень, да, он, видимо, сохранится. Какое там падение покажет у нас государственная статистика в связи с тем, что не работали известный период по стране, я не знаю. Ну, возможно, то, что вот ее анонсировалось, там 6-7 процентов, да. Покупательная способность населения, она в каком-то смысле восстанавливается. Я общаюсь с коллегами, которые занимаются, ну, там, сферой бытового обслуживания, да, торговлей мелкой. Очень многие говорят, да, вы знаете, вот открылись, когда люди пошли. Ну, видимо, соскучились, деньги остались после экономии. Вот, в этом смысле есть. Цепочка промышленных предприятий, она посложнее. Если у человека нет какого-то крупного заказчика, который обеспечен федеральными или какими-то другими деньгами, да, то ему, конечно, надо искать сбыт. И вот здесь уже, как там сложилось в Арабских Эмиратах, это большой вопрос. Главное, чтобы у нас хорошо сложилось. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Мы поговорили сегодня о том, как будет выживать наш бизнес, вообще перспектива. Вот, я считаю, на мажорной ночи заканчиваем. Мы выясняем, что вот этот обвал в 40% нашего бизнеса, который не может не заплатить налоги, как выясняется, не все так страшно, как малюют федеральные СМИ. Ибо наши предприниматели, они как-то оголь, которая на выдумке хитра. Потому что наша государство научило жить предпринимателей в нашей стране и любить ее. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Процветание вашему бизнесу. И до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин